а извините мужчина можно вас а вы один из руководителей до этого проекта по строительству где все понял делали делали помню а 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 Ну вот интересуешься, как бы это историческое место для города Чебоксар, в пределах пластических Кремля. А здесь какие-то археологические раскопки были специалистами? Отделы археологии, Чебоксар, института? Ну там съемка здесь есть какая-то. Съемка чего? Только съемка? А вот какой-то культурный слой там снимали, раскопки какие-то проводились? Не могу сказать. Вы представляете Честера, да, застройщика? Нет, Честера вот один. А вы? Мы облицовываемся. А вот этот товарищ, он там не искупает? Ходит, мешается. Мешается? Как-то мешается. Мы же жители города, мы интересуемся. Нет, интересуется, когда много советчиков плохо работает. Нет, ну как бы за историю, чтобы эстетика была. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий. Вы не скульптор, случайно, этого проекта? Да, да. Скульптор? Автор, да. Автор? Да, автор. Ага. Ну, хороший будет памятник? Нормальный. Он нам нужен, да? Чебоксаров? Так, как вы считаете? А это чья идея? Ваша? Петр Феврот, не нужен или не нужен? Это ваша идея, да? Или кто-то вас попросил здесь, чтобы вы воплотили как бы в жизнь чью-то идею по установлению этого памятника именно в отдельно взятом месте, конкретно тут? Идея наша, но по благословению Святейшего, это нашего владыка. Понятно. А вы в курсе то, что археологические исследования этого земельного участка, это историческое как бы изучение культурного слоя, на котором будет стоять этот памятник, не проводилось? Что-то положительное делая в виде памятника, вы фактически решаете? Вы что знаете, что ли? Я очень плохо знаю. Плохо? Плохо знаю. Вот оно видно. Я знаю. Вот там внизу находится газ, водопровод, энергосети, с которыми все согласовано. Вон они выходят. И здесь никакого археологического уже давным-давно нет. Да, потому что когда газ водили, просматривали, когда водопровод тянули, значит, просматривали. На коммуникациях в любом случае нельзя ставить какие-то капитальные сооружения. Коммуникации все они давно уже организациями все просмотрели. Часть перенесена к коммуникации, часть проходит вот там, где газона будут. То есть памятник не захватывает самокоммуникация. А скажите, пожалуйста, а кто идейный вдохновитель вот этого проекта? Кто такой? Я Шакеев Юрий Алексеевич, я общественник. Общественник? Да. Занимаюсь и памятниками исторического наследия. Но я, конечно, видите, себя позиционирую как правозащитник, имею юридическое образование. Чего же вы правозащитник, если такой грамотный, не обстояли приход православного храма в воздвижении Креста Господня? Ну, я один, мне рук не хватает. А люди боятся противостоять руководству города. Вот мы как раз организовали этот приход. Нашли чертежи, значит, все в архивах до миллиметра и в момент взрыва. И нашли деньги, которые перечисляли на реставрацию, который ушел в правительство. Вот чем надо заниматься, общественники. Мы занимаемся. А вот благодаря нам, Марии и Шест, вы знаете, да, раскопали? Вот это благодаря нам. Вот этим мы и занимаемся. Хорошо. Вы раскопали три... А руководство города денег никому не дало? Нет. Потому что никто не финансирует это. А кто должен финансировать? Ну, город помогать. Руководство города. Не города. А кто? Это... Дорогой мой, это не город. Ну, это... Это я тебе говорю... Федеральный масштаб, вы имеете в виду. А кто это должен? Это на Министерство культуры Чувашской республики должно выйти. Министерство культуры должно выйти на федеральный уровень. И на Госсовет Чувашской республики. Ежегодно проходит в конце года Госсовет, чтобы Госсовет предусмотрел в отделении таких-то, таких-то денежных средств для завершения работы по 6-й. Да. Ну, все кругом болтают, а делать никто ничего не делает. Вот мне... Ну, мы как можем, что делать? Ну, на Госсовет-то никто не вышел. Ну, мы же депутаты, не депутаты Госсовета. А зачем нужно быть депутатом? У нас обычных обывателей... Подойдите, обычные обыватели к любому депутатуру. Вот я вас встретил, я какую-то для себя полезную информацию получил. Вот, значит... А вы можете представить, чтобы я вас знал? А здесь, чтобы решать этот вопрос, он 6 лет решался, чтобы установить память. Поймите, нам надо сказать спасибо, чтобы мы эту проблему подняли. Увидели исторический документ, который говорит, именно где, в каком месте она была похоронена. Это правильно сделали. Вы рассказали исторически. Мы свою Толику, с учетом своих каких-то наличий, да-да, изначало. А они дальше должны были все это организовать. А вот дальше, вот дальше... Они все забыли. Вперед 400-летия династии Романовых они мероприятие провели, и это все закончилось. Вы что-то, вот, правильно говорите, но это начало-изначало. Это вот надо узаконить, потом сделать часовню, как угодно, значит, сделать часовню в памяти. И, значит, установить. Кто против? Все за. Нет, условно все за. А тут надо небольшое как-то участие. Возможно, даже не только общественное, а финансовое. Но вы прикасаетесь к православной вере. Да. Вот, ну вот. Поэтому меня несколько, вот, как председатель Прихорского строительства, возьмите вопрос. А нужен здесь памятник или не нужен? Как вы считаете... Я считаю, что он не нужен здесь. ...Петру и Февроне нужен памятник, а потому что мы такие уроды и являемся. Потому что нам ничего не нужно. Понимаете? А Петр и Февроне, вот монастырь, они были монахами. Ладно, я вас услышал. Нет, я его за, но, по крайней мере, не в этом месте. А в каком? Не в этом месте. А в каком? Вот вы в курсе, да? Вот он ушел в монастыре. Вот смотрите, вот строят кафе «Белая чайка» вот здесь, на историческом месте. Вот к тому памятнику обращались, вон, твою мать, которую называют... Ну, до него тоже дача. Так поздно. Он уже стоит. Вот стоит, вот веселое здание, 25-этажное. Вот дворец пионеров, бывший дом, склад купца Ефремова. Бывший дворец пионеров. Я знаю. Сожгли два года назад. Знаешь, я хочу сказать только вам одно, к сожалению, что вот вы говорите, и многие вещи правильно говорите, только вот вы говорите, а они строят. Мы не дадим им строить, я вам обещаю. Кто-то строит. Обещаю, обещаю, мы не дадим им строить.